приветствую любителей аудио и мне кажется что самое время 11 11 ноября поговорить о распродаже которая проходит во всем мире и на алиэкспресс и у нас на российском озоне и сегодня можно купить какие-то вожделенные вещи достаточно доступны относительно доступны по крайней мере иногда в пол цены и это очень здорово что производители делают такие шаги навстречу потребителям и в данном случае я хотел бы поговорить как обычные покупатели вместе с вами потому что я нахожусь в таком же положении как и все любители аудио каждому хочется что-то вот интересное присмотреть мы сегодня будем говорить про сапы мы сегодня будем немножечко может быть про усилителя говорить когда приближался 11 11 я первую очередь положил глаз на усилитель в классе d и это у нас был аппарат топпинг по 7 час мы на алиэкспресс его найдем сейчас как раз идет распродажа поэтому все можно увидеть в общем то смотрите вот мы первый же находим вот он топпинг по 7 37000 37000 если дешевле но нет есть только за 45 37000 это неправда нет такой цены и вы в этом сейчас убедитесь когда я зайду внутрь как видите вот он 37000 но это а по 7 плюс а нет по 7 вот видите вот здесь вот в этом месте по 7 сильвера и вот как я и говорят по 7 black 37 по 7 плюс 45 вот но был он 52 тысяч примерно то есть равно это дешевле узнать самое интересное давайте посмотрим другую ситуацию когда вот этот вот топпинг по 7 плюс сколько он стоит на озоне здесь вот мы зафиксировали что топинг стоит 45 тысяч а здесь вот давайте на озоне посмотрим на российском озоне что это будет стоить на зоне тоже распродажа и вот смотрите вот он 45000 а у нас он так но у нас он тоже 45000 да ну цена одинакова не очень интересно вот и я а еще знаете как 45000 у нас это запасим они запасим 7 плюс хотя вот а вот по 7 плюс уже 40 55000 отличается они как бы мощностью но я не очень уверен что просто мощность потому что как можно с одной и той же микросхемы добиться другой мощности нет там что-то не то то ли сдвоенные то ли спали на микросхем в общем по сути наверняка разные аппараты поэтому нет уверенность что если по 7 плюс хорошо звучит что по 7 просто будет также хорошо звучать не знаю надо слушать сравнить поэтому в общем-то этот аппарат был одним из таких фаворитов которые мне было интересно послушать ну как видите на алиэкспресс он интереснее по цене 37000 он основан на тп а3255 скорее всего а может но не факт кстати может быть на каком-то вот гибриде не или что-то свое может быть даже наверное это что-то свое здесь конечно не указано у брендовых компаний редко когда указано что он где на на чем делается здесь он экселарный во первых во вторых он полностью балансный и мощность у него 210 даже 300 ватт на два канала вообще 300 ватт на два канала это по сути характеристики этап а3255 который 300 ватт в обычном режиме в стерео или 600 ватт при больших искажениях он при в мостовом подключении и как видите опять же вот по 7 126 децибел а по 7 плюс 127 децибел в общем-то была такая интересная вещь но вот эти микросхемки вращения тп а3255 сильно напоминают только и тут 2 стоит поэтому может быть что например в тп в тп вы вернее в по 7 опять же по называется может быть опять же хотя поверамплифер да наверное сокращение они т.п. но искажение здесь вот к опять же мы по искажением видим что после 100 ватт улетает искажениями но опять же эта графика обычного тп а3255 схожий после 100 ватт она все улетает поэтому вангую примерно что скорее всего здесь внутри тп а3255 очень хороший микросхем великолепно звучащие и поэтому интересно было послушать ну как это все в общем-то звучит но в какой-то момент я подумал зачем мне это нужно у меня усилители и так есть прекрасный у меня есть один масса с 1 у меня есть и маран с пм-11 у меня есть и маран с пм-14 и roxan caspian есть и name night 5 а есть и и динон поймать с 10 есть ну короче усилитель у меня классно хватает поэтому еще один усилитель в классе д но он мне вряд ли чем-то удивит поэтому почему то я подумал что переключусь в класс ну цапов но прежде чем переключиться все таки сейчас пока идет 11 11 я бы показал вещь который я очень рекомендую вам купить если у вас нет хорошего небалансного россиянного кабеля то вот прям абсолютная рекомендация это вебург в 803 он у меня есть это просто ну шедевр по звуку абсолютно шедевр кабель из чистого серебра вот он да он в 20 тысяч рублей но я давал купоны там будет по ним дешевле вот посмотрите прошлое или позапрошлое видео там я раздавал купоны вернее кодовые слова и вы можете их применить и получить дешевле но купить надо опять же это я куда зашел в надува аудио аксессари а ну это он и есть да аудио аксессари то есть у вас будет дешевле потрясающий кабель из чистого серебра очень тончайшие нюансы классно показывает нюансировка потрясающая чувственность великолепнейшую то есть это кабель high-end класса россиян и потрясающий мои глубочайшие в общем-то рекомендации ну и опять же с купоном будет дешевле поэтому вот на него обратите внимание его можно купить дешевле если посмотрите предыдущие или предыдущие видео где рассказал про 1111 с купонами в общем то все будет очень круто но это для в действительно высококлассной техники очень хорошая вещь после прослушивания то кабеля вы конечно вряд ли чудо счет захотеть слушать вот он действительно хороший но вернемся к сапам ну цапы недавно я покупал smcl dl 200 и он мне очень понравился я бы покупал за 17000 но сейчас вот видите в официальной истории всего лишь 15 900 он стоит даже а я за 17 купил у меня понравился он построен на цапе хоть и мобильным q2m но нового поколения это сабра если сабра 9039 одну двухканальный и вот там используется новый патент новый гипер стрим новая технология звука и знаете вот что произошло вот эта новая технология она дает более живой более аналоговый вообще без каких-то минусов звук то есть очень просто великолепно звучит и крайне музыкальный вот этот smcl dl 200 я слушаю несколько дней уже у меня есть аудио gd as1 конечно более высокого класса он звучит лучше но мне очень нравится как звучит вот это smcl dl 200 я его в принципе в эти дни все прекрасно слушаю наслаждаюсь то есть то что у меня есть цапа более высокого класса вообще не отменяет того что я с огромным удовольствием слушаю вот этот smcl dl 200 благодаря и сс 9039 q2m он звучит очень хорошо и плюс там еще несколько опа 1612 стоит в операционник который дать сладости нежность ну вообще классный цап очень приятный вот поэтому я сам его за 17 купил это считаю что мне не жалко этих денег он прекрасно звучит но сейчас видите можно даже его за 16 15 913 купить поэтому если у вас нет цап какого-то или вообще никакого то ну я советую но давайте сейчас не будем торопиться 15 913 давайте посмотрим сколько он на озоне стоит и вы поймете почему я все время обращаюсь к зону дл 200 дл 200 давайте посмотрим так 19 дорого-дорого ну да на озоне дороже он стоит в общем-то очень хороший цап мне мне нравится я вам несколько раз его показывал записывал его как он звучит он прекрасно звучит очень нежно и очень очень детально очень прозрачный очень музыкальный очень микро динамичный но воздуха там побольше в аудио gd каких-то там нюансов побольше в динах репсарис но в целом он конечно ниже класса но он классный он прямо офигенный вот и вот после вот такого впечатляющего прослушивания мне захотелось попробовать что то если у смсел даже вот такие вот недорогие вещи но до 15 900 сейчас они так звучат шикарно то что же там высоком бюджете с этим кстати есть опасность потому что но в теоретически конечно более дорогие вещи они звучат лучше но я напарывался на такие нюансы с китайским рынком когда это не факт что так например я покупал смсл d3 300 на рохом чипе которые в дорогущем цепи западным стоял за сколько там в люксмане за 10 или больше тысяч долларов вот и когда это получил ну там вообще никак не впечатлило звук был такой скажем не эмоциональный ну не интересно было слушать и не особо не детальные непрозрачные ну послушал послушал как бы был разочарован а стоило 33 тысячи рублей то есть вообще не дешевый вот и поэтому когда вы покупаете ну в китае какие-то дорогие вещи не факт что они лучше они просто могут использовать какую-то концепцию и вот раз когда я начал раз рассматривать что что совсем сел это интересного потому что сам целый весь меня впечатлил довольно сильно вот так поэтому я на и сам съел то больше всего и обратил него хотя очень много отзывов хороших про топпинг и 70 вельвет именно вельвет потому что именно вельвет он там на одном чипе они и вельвет они на другом процессоре основаны на на чипе дака поэтому именно вельвет там очень много хорошего было но также я читал и там говорили ну по сравнению с тем что я там выбирал вельвет то вообще но никак не сравнивается он ниже классом так или поэтому я вельвет в итоге отмел но смс мне было интересно и стал смотреть что там есть такого пациента прикольного но в определенном в небольшом скажем бюджете но не совсем бюджетном как вот 15000 или 20000 что-то ну подороже но чтобы это было ну какой-то такой вот прям совсем такое вот и у меня для для того чтобы это понять надо было понять структуру иерархию в общем-то этих чипов и это оказалось довольно ну сложновато потому что если она такая компания которая как пулемет просто выстреливается об за цапом и чтобы сообразить на всем отличается смс л до 400 про а до 400 и если я до 400 x но вы голову сломать тем более заходишь на страничку там вообще нету никакой информации там какие-то пара фраз не про что и догадываешься начинаешь смотреть ну на чем он может быть построен как обычно на у лотов там внутренности просто нету там есть рекламки и фотографии некоторых элементов но в целиком что все плата была фотографиям что ты мог это оценить там ничего этого нету вот и ты начинаешь разбираться выбирать и так далее для себя и отметил только одну вещь и вообще у смс льву шли цапая но от самых начальных до самых высоких и в какой-то момент они решили сделать такое ответвление ты как бы хаинд на и они называли его и в м в в м в смс львы и типа это вот такой у них хаинд но самое смешное что не прошло там буквально там одну но нескольких месяцев как они про это забыли что это какой-то хаинд и на фоне этого хаинда стали бабахать обычные смс львы которые там превосходили по начинке этот самый вем в и поэтому вообще чертича очень абсолютно такое позиционирование дикое какое-то происходит вот но про это я чуть-чуть побольше расскажу и так вот ну по отзывам других западных конечно в основном блогер потому что у нас это вообще никто особо не интересуется этим по китайским цапом я обратил внимание что рекомендуют до 200 смс льда 200 он построен на 2 собра есть 98 с и отмечать что он дико музыкальный дико эмоционально очень классные стоит он где-то там в тридцатку примерно сейчас я не знаю давайте посмотрим какие там цены смс ль до 200 не дико 200 и так не знаю кто из них ведь они его тоже описание так пишут даже не поймешь кто из них до 200 или вот тут вообще нету ты кто это подел 200 это вот как раз тот который мне понравится до 6 я брал тоже вот но не был впечатлен сероватый такой 14000 почти как дл 200 стоит да а сильно сильно хуже чем дл 200 тоже кстати следа 6 у вас меняется на дл 200 совсем другого космического полета птицы абсолютно несравнимые так где же этот до 200 давайте посмотрим как он вообще этот выглядит смс л до 200 может я чуть неправильно пишу за 200 мк 2 а ну вот он и откроется ну вот он сам цел до 200 ну 36000 хотят многовато до 200 мк 2 2 если 68 некоторые блогеры очень сильно хвалят горят прям вот такой вот маст хэв абсолютный но для меня это было мало потому что я хотел чуть еще получше также сейчас вышел еще дл 300 не знаешь насколько лучше не лучше и вообще в итоге я как пока разбирался с этой иерархии смс льных цапов набрел на такой вот картиночку сейчас я вам ее покажу и вы сможете тоже понять структуру вот она в общем ты по этой картинке мы видим что но она не все цап конечно охват она охватывает цапы от 500 долларов и вот смотрите у них смс л су 9 идет но как нижняя ступень хотя стоит он 549 долларов а а 459 459 долларов да это су 9 и с 90 38 про но и на езде на езде 38 про су 9 просто там еще была модель и но вам нужно знать только то что су 9 по сравнению со всеми су 9 предыдущими он шагнул очень далеко вперед в модели су 9 про сейчас вышла модель су 9 про она кардинально отличается от прежних су 9 отличается над тем что она основана на езде 90 39 м с м с про то есть 90 39 это цап на новом гиперстриме он более аналоговый более музыкальный вообще значительно лучше чем 90 38 но и характеристиками опять же лучше поэтому су 9 про он прям вот сильно лучше и вот давайте посмотрим сколько су 9 про стоит сам сель су 9 про ну вот 41000 41000 41000 а теперь давайте мы его же посмотрим на озоне и вы видите не 41 а 30 1700 рублей то есть на десятку дешевле вот я почему к зону обращаясь вот я вас сейчас буду удивлять потому что в дорогом сегменте озон будет выгоднее по ценам обратить внимание по крайней мере в смс л 37 31000 за су 9 про на вот ездим с тридцать детям про то есть это шикарный цапану в этих деньгах то точно с классной начинкой но здесь вот этот как раз предыдущие су 9 на это вот уже не то су 9 про 5 33000 32000 ну примерно в общем такой порядок цен возвращаемся к ситуации к которой я вам рассказывал су 9 про и вот возвращаемся к этой самой картинке кстати вы наверное не видели до что я вам показывал давайте еще уже не покажу ладно вот смотрите дальше у нас тут 9 про идет более высокого уровня чем су 9 он на ездим с тридцать девять профессиональным восьмиканальным дальше еще выше идет су 9 ультра на а к 40 на 44 99 x это новейший чип в общем то бы 44 99 он вышел несколько лет назад но совсем недавно вышел 44 99 x чем отличается тем что он как раз лишен фильтров и вместо этих фильтров была создана микросхема отдельная которая называется 41 91 в которой там от все реализовано то есть она два чипа и вот су 9 ультра он на а к 41 91 от асахи кассе если вы хотите асахи кассе они собру то вот как раз тот самый случай очень-то если глобально это все разбирать то разница между сабра и 938 928 918 16 он и асахи кассеем ну там разные были опять же в основном заключалась в том что асахи кассей по детализации по прозрачности в целом превосходили асахи кассея но не сабры были с одной стороны лучше но с другой стороны они были более светлые более подвижные микродинамичные аудиофилина более светлые по нижнему регистру а асахи кассея всегда были более грудные более низкочастотные более густые так далее ну грубо говоря как биполяр и мосфет в общем такая вечная битва была и поэтому многие люди ну не многие много ну достаточно большой опять же к слову большой горе достаточно количество людей она предпочитала асахи кассей они собру хотя были и наоборот люди которые предпочитали именно собру они асахи кассе потом у асахи кассе и сгорел завод они рассказывали что это все ерунда на самом деле была фатальная катастрофа просто все рухнуло и они стали выпускать чипы те же а к 44 93 и было слышно что они звучат сильно хуже чем до пожара звучал то есть это летнем перемаркировки были то ли и что-то и вот сам а к 44 99 x как раз вот возрождение получается они смогли выставить действительно мощный чип который может составить конкуренцию сабри но опять же составляет он конкуренцию сабри старый 90 38 которая была более яркая но и более даже микродинамично более дерзкой более быстрой но менее густая такая вот собра и сс это время выпустили 39 с новым патентом гиперстрима и она изменилась по сигнатуре звука она стала примут вообще кайфовая стала вот и поэтому опять у нас какой-то паритет либо ассахи кассе и акастов 499 x либо вот собрано на 900 на 9039 смотрите вот и смотрел 109 ультра акастов 441-1 и ака 4499 давайте посмотрим это такое вообще не видел она вообще-то вышла с mcl су 9 ультра вообще-то есть в продаже я как-то такой даже не видел давайте ну нет нет его как ты они видно его планируют что ли но а вот он су 9 ультра 47000 вот он есть су 9 ультра есть 47000 рублей вот он выше в общем то я бы сказал что это не то чтобы прям лучше да чтобы вы посмотрели вот не то чтобы он лучше он просто другой он имеет другую сигнатуру и соответственно они примерно равны но по цене 499 долларов на 9039 499 долларов на ассахи косей акастов 499 и x то есть они стоят одинаково сыт разные подачи но сама и сам цель расположила на к 4499 и x чуть-чуть повыше и это потому что все таки он немножечко по другому подает средние частоты немножко опять же более грудным вариантом но он тоже теряет немножко в динамичности сочности какой-то искрометности по сравнению с саброй хотя сабра изменил свою сигнатуру выше этих как мы видим по табличке идет за 529 долларов и смс или м500 на езде стрессу 9038 про тут же не забываем еще что эти все цапы еще разными выхлопами обладает но усилительной частью после цапа и вот еще выше начинать самое интересное чипы это смс делал до 400 про опять же на сахи косе давайте посмотрим его как он до 400 какой там про по моему да я сказал до 400 про давайте смотрим где он вот он пятьдесят одна тысяча пятьдесят одна тысяча до 400 про пятьдесят одна тысяча вот запомните пятьдесят одна тысяча идем на озон до 400 про сорок две тысячи на десять тысяч дешевле на зоне на нашим на действие дешевле на сахи косе я кассу в 49 x и вот с этим самым чипом который 4191 с фильтром ну в общем-то дать эту историю посмотрим здесь вот он 4191 вот он 4499 x см 316 16 ядерный чип последнего поколения у меня кстати на смс 316 к моему удивлению 10 в нативе пока как сяло летит играет и еще удивился прям цапа увидеть пока здесь 64 и прям вот в альбом player выбран натив везде и идет именно натив это первый раз когда пока как сяло такое пролетело причем уверенно работает отлично работает так ну вот такой вот интересный цап очень интересная опять же цена вот по сравнению с алиэкспрессом как не не забавно было но возвращаемся к табличке по ценам у нас следующая и солнце солнце но здесь я не буду трогать от какие-то вот стримеры идут проедем их хотя возможно вас и заинтересует но я их не изучал не могу сказать это самое интересное вот это вот как раз дальше идет серия в мв которая типа она предназначалась как хаен на кит модели сам целым в д-1 с е на 90 38 про и сейчас уже вышел еще и сам целый мв д-1 с едва я вам могу сказать так давайте посмотрим на и сам целый мв д-1 с едва именно на алиэкспресс мв д-1 с едва и вот он пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять тысяч запомнили идем на озон сорок восемь тысяч ну на десять тысяч опять же дешевле он пост вот это именно d1 с едва он построен на ездим с тридцать девять вот с а д-1 с е1 он будет еще дешевле но он построен или съем просто назывался 48 тысяч был да и он нет нет это он же с е1 и назывался как так нет неправильно d1 с е но не нахожу ну короче вот маша на алиэкспресс есть он был на 90 38 а вот d1 с едва он на 90 39 он глобально отличается тем что у него линейный блок питания то есть если 8 селев он импульсный но он не просто импульсные там два обычно в хороших крутых у них цапах у них там два блока питания ну в каком не сейчас мы еще не дошли до этого уровня но когда мы дойдем вы увидите что там два блока питания крутых стоит здесь же в мв стоит один обычный классический тор на лбп линейный блок питания плюс там к 3 вот это знаменитая схема от житера от дрожжа от мусора питание там но она что-то там улучшает очень хорошая какая-то штука действительно слышно что там все здорово сделано вот и вот прошка начинается потом вот эти вот в мвд и 1 с еды и с едва на алиэкспресс они стоят там 80000 как-то так или 60 тысяч короче они дороже чем на озоне получается дальше идет смс лд 40 с он основан на из 90 39 м с про он опять же на сабри 9039 я скажу так 9039 потрясающе она лучше чем предыдущий день с тридцать восемь по звуку но в целом как бы люди с которые любят такую более быструю может быть хард-рок так далее наверное на 9039 стоит смотреть джазменом таким наверно больше насахи коси стоит смотреть но не факт если раньше 1038 все-таки можно было за уши притянуть аргументы сказать что это похоже на синтетику он хотят не было похоже на синтетику но если очень воображение развита то можно было так сказать то в 1039 даже при всем желании так невозможно сказать после вот этих вот до 400 с у нас идет за 859 долларов смс лим 400 дальше идет из смс лим 400 очень хвалят безусловно смс льсу 10 идет смс льсу 10 я рассматривал к покупке очень интересная вещь но что меня остановило то там шикарной цапы собра есть 9038 и там их две штуки все вроде бы круто там и питание насколько помню там двойное но все-таки если есть уже новейший чип с с 1939 то смысл на 9038 даже два брать не знаю короче это очень сложный вопрос такой потому что с одной стороны вроде чипа 2 они все-таки ну что-то лучше сделают а грустно там чип нового поколения на новом патенте от гиперстрима я убедился что он звучит замечательно поэтому очень сложно как-то выбрать вот и су-10 вот если бы он был на 2 9039 я вот а выбрал безусловно су-10 в этом плане но так как пока он на 9038 хотя он шикарно звучит абсолютно вот но не знаю вот су-10 поддержка им к его поддержка а и ноты чип ездим с 38 про но видится на 74 тысячи зашел куда я зашел кстати это от какого-то другого продавца давайте это самому смс или найдем так что я не вижу от самого смс или но тут несомненно есть но запомнили до цену смс льсу 10 давайте пойдем на звон сегодня это 11 11 происходит сейчас уже 12 наступила уже ночь у меня как видите или еще не видите сейчас я включу вот и начало дешевые нет так не пойдет популярные смс льсу 10 давайте вот так вот 63200 рублей 63000 63138 рублей короче 63000 на алишки он 74 опять же на десятку дороже у нас в россии можно купить его дешевле вот он шикарнейший су-10 на к смысе 316 все идеально все очень круто там в этом можно не сомневаться балансные они все конечно же но искажение раз два три четыре нуля после запятой потом пятерочка идет то есть абсолютно какая-то фантастика по характеристикам м киа опять же поддерживает м ка сиди вот кстати су-9 он им киа сиди насколько помню не поддерживал а вот м киа ну просто здесь вот уже им киа сиди поддержит более высокий уровень этот разверточки ки как я рассказывал он там берет новые данные чтобы в харес возвратить 135 децибел нами намерили искажение опять же у меня рябит в глазах от нулей очень я хочу сказать что все новые цапа вот в достаточно высокого уровня но доступные по-прежнему по цене большинство людей они уперлись в максимальное значение то есть они уже все достигли почти 140 децибел то есть это просто все это предел когда там перепонки могут разрываться то есть выше уже некуда характеристики то есть я думаю после этого начнут как раз вот заниматься музыкальностью добиваться от них именно естественности звука то что характеристики уже уперлись выше ну невозможно уже получить и нет никого у них смысла вот sk3 вот этот модуль восстановление управления часами ездим с 38 про очень точные часы классные детали и все такое так но здесь видите два кстати два транса как раз вот здесь вот су-10 показано что здесь опять два тора стоят интересные два тора вот такой вот интересный вариант следующий у нас идет после су-10 smcl d400 x в принципе он считается вот одним из самых таких вот желанных самых прикольных 959 долларов фон и давайте его посмотрим сколько он там стоит ну давайте с алиэкспресс smcl d400 x он опять же нас до 200 написал d400 вот он 79 тысяч семьдесят девять тысяч он стоит на алиэкспресс запомните 79 тысяч но 80 тысяч грубо говоря 80 тысяч бешеные цены но он основан асахи косея кассов 499 x сам последним но их там два это сдвоенный асахи косея кассов 499 x 2 таких чип стоит новейших последних там стоят а ушки вот здесь указано что это уме 49 720 кстати его по 1612 классы классный кстати но это кто продавец у нас может он что-то но вряд ли он что-то заводские вещи я ей тигр какой-то давайте посмотрим найдем от сам сели оригинал дай но не все оригинал но то сам сел официально цена 79 500 ну а цена зачеркнута 90 тысяч за этот сам и давайте смотреть что мы тут можем видеть у него давайте ну вот так вот он выглядит да но картинка чуть мало в официальной внутри 4 описание описание а ну вот интересно как картиночка здесь вот до 400 с до 400 x и до 400 про указано до 400 из 22 года и их до 42 года и до 400 про 23 вот то есть про самый последний но в чем разница смотрите в ес стоит ес 9039 м с про в их стоит 24 499 x то есть он самый-самый такой навороченный получается хотя смотреть по характеристикам ездил с 39 м с про ну соборовский он лучше по характеристикам но здесь вот два то есть в вес это собора и 9039 в x это два касса в 4 минусы из которые все равно не дотянули до их параметров 90 39 и в до 400 просто это один асахи кассей 44 90 x в этом цена по разницу но до 400 про зато дешевле он там 1040 с чем-то там стоит они 70 очень такая вот интересная история как же меня отсюда выйти то так возвращаемся дальше разворачиваем до 400 x аудио дак ну поддерживайте 124 децибела раз два три четыре нуля 66 сколько там после четырех нулей здесь и так далее все очень круто здесь 512 поддерживается космос 316 два флагманских чипа вот они стоят двойной моно дизайн питание покажите ребята как ска 03 clock круто все до встроенные конденсаторы классные выско качну опять же он балансный алюминиевый кейс но для любителей блюту за понять что там все последнего поколения характеристики опять же в глазах ребят раз два три четыре нуля шестьдесят три ноль целых потом четыре нуля потом шестьдесят три 133 10 133 133 децибела ой 90 30 будет лучше характеристик стать но многие западные блогеры они отмечают что несмотря на эти характеристики именно вот этот вроде цап он звучит как-то более аналогово что ли я надеюсь это более аналогово не окажется просто тупо более мутно ну посмотрим в общем то при вот этом вот выборе я когда мучился что выбрать я очень тот и выбрал такой вот см cld 400 x но я да не показал самое важное что я хотел показать но увидите да такая цена 79 а теперь смотрите на зоне пишу см cld 400 x 5 до 200 написал до 400 ай а это это не озон этот вот до 400 x но это про про а вот и x вот просто сравните да и вот ну колоссальная разница 15000 разница по сравнится алиэкспрессом не в пользу алиэкспресс вот поэтому в общем то я остановился выбор на этом но я не уверен в общем потому что я уже сказал что я бы выбрал су 10 если бы он был на 90 39 на 2 90 39 потому что если мы возьмем смотрите см cld су 10 там характеристики будут более совершенные вот мы в него зайдем его поле когда полистаем ну 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 здесь два тура стоит и вот сто тридцать пять шесть десятых децибел намерили по моему это больше чем вот было вас ахикасей так возвращаемся к варианту рассказа о моделях и вот носим cld 400 x на фоне того что очень больше людей больше людей хвалил именно его хотя говорили что если бы не он выбрали бы см цел 10 ну я остановился на нем хотя ну хотя потому что он покупаю стоит на 50 ваксов дороже вот но более дорогой осталось совсем мало модели еще дороже это см целого мвд 2 r но на озоне его можно за 64 купить то есть почти за столько же даже не почти там рублей в 500 разница будет но он стоит 999 долларов тысячу ну тысячу долларов вот этот сам целого мвд 2 r в чем суть в общем то суть в том что он основан на чипе роху мультибите d2r но ребят я уже говорил я покупал до 300 и он меня не не понравился он мне не впечатлил и когда я начал смотреть отзывы то в принципе по отзывам я косвенно понял что это что-то вот недалеко ушло потому что те же а ушки которые используются не стали указывать их затерли там ну то есть понимаете если вы ставите опа 1612 тут сразу во всех прайсах у этого по 1612 начинает гордиться там так далее если ставите муси везде пишут там что это муси а здесь вдруг они затерли ну не от хорошей жизни я так понимаю что там какая-то лабуда все-таки поставлены типа оп71 или чем такое там ну в общем то хотя он стоит 1000 долларов я как-то это усомнился цап там рохом бд 34 301 и кого меня д вот этот вот d300 не впечатлил поэтому хотя он формально находится по классификации на более высокой ступени ведь вот d400x а выше нее идет как раз вот это вот d2r на рохме но я побоялся как бы хотя цена примерно сейчас одинаково когда 11 кончится конечно рохом будет сильно дороже но мне важно звука не что там дороже мне остается 30 по в общем-то у смс или это их не вершина называются они d1 d2 и d3 ну d1 дешевле 1300 долларов d2 дороже это тысячи четыреста пятьдесят долларов и d3 3500 долларов ну давайте посмотрим сколько это на алиэкспресс стоит если это она есть так но d1 122 тысячи рублей он стоит но на 90 38 про на старом чипе но d1 его понесет старый чип d2 был позже он соответственно на каком-то но улучшение давайте сам силу d2 посмотрим сам силу d2 140 тысяч уже идет хотя это ну да да два он на кассу в 499 но опять же это не то что он лучше он просто на другом чипе немножко другой вот и smc ld3 это вот как раз вот актуальная модель но она там по 300 тысяч стоит ну три тысячи пятьсот долларов ну вот она 289 тысяч вот он как раз вот базируется на чем она это r2r лестничка но это вот smc l считает это все свои в общем а я главное рассказываю а вы же ничего не видите да вот он сам сель д 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 пятьдесят восемь сорок семь а тут а он как r2r это он на чип хуна на 4 пи 7 1704 всего лишь но не знаю какой спорное решение такое для фетишистов каких-то маргинальных честно говоря 300 тысячи за 4 пи 7 1704 платить ну понятно что они там выпали из каких-то старых аппаратов их туда впаяли или может из последних которые 80 долларов стоили за штучку поэтому такая цена ну не знаю аку силикон стоят но опять же этим кого сейчас удивишь вентильная матрица стоит ну что то они конечно мы наворочили 4 чипа через вентильную матрицу может быть и конечно что-то интересное опять же их любимого 16 12 они такие сладенькие очень нежные очень низкие искажения у них на ротель вот они чуть поднают это английский на ротель посели я не думал что какой-то как ведь какой-то космический ну вот они чего-то хвалят с этим на ротелем этот транс просто ну не знаю честно говоря что мне кажется цена неимоверно завышенная зайти топ подавать сам цель для 2 еще раз подробнее посмотрим он здесь и в м в опять называется на чем у нас новым но на сахик оси 799 иеке цифра одни и те же для всех цапов абсолютно идут по сути схема опять же он один только здесь стоит 140 тысяч тогда 400 x получается интересней но с одной стороны здесь аку силиконы 2 стоит другой страны у смс или своя к 3 очень прикольная система не факт что вот эти аку силиконы лучше чем к 3 а может и лучше не знают на сравнивать слушать но конденсатор не чеконы стоят типа фирменные два на ротеля опять же вот они на них молятся чему-то но это не факт что они лучше просто ну там есть такие перекосы китайском аудио боготворение каких-то чужих изделий когда сами делают там иной раз лучше мощную и давайте вернемся к d1 так но я учет не вижу здесь пропал в общем так вот мы с вами рассмотрели всю линейку ребята вы можете выбирать что-то из них от себя могу сказать что можно начинать сделал 200 смс или до 200 можно взять на и ездить 68 с двух штуках а потом можно су 9 про взять потому что он на вот этом шикарном опять же 90 39 полноценным про профессионально восьмиканальным ну и дальше уже смотреть по деньгам потому что ну су 9 ультра он идет на сахи кассе и вот этом последнем 44 9 x можно если смс лд 400 по возьмете это будет опять же асахи кассе но на одном чипе со всеми с 9 x а если 110 то он будет все-таки на чип прежнего поколения хоть там их двоих девяносто 38 про и вопрос не в том что они были плохие девяносто 38 очень крутые чип очень классно звучат великолепно просто 939 тупо имеет другую сигнатуру более интересные еще то ну друзья надеюсь я вам возможно чем-то помог пока еще не поздно пока еще часть ктикает всем удачи всего хорошего удачи